Дорогие друзья, здравствуйте! Это программа компании «Люди» и ведущая Александра Алфёрова. Сегодня в гостях у меня Галина Панина, пиар-директор компании «Леруа Мерлен Россия». Галина, здравствуйте! Здравствуйте, Александра! Что такое «Леруа Мерлен» в России в частности? Да, «Леруа Мерлен» — это сеть гипермаркетов, предлагающих товары для строительства и обустройства дома и дачи. У нас 35 тысяч наименований, можно найти на любой вкус. А сколько у вас магазинов сейчас насчитывается в России? Сейчас 29 магазинов, скоро будет 30-е в 16 городах России. А 30-е где открывается? В Новосибирске, это уже наш второй магазин в Новосибирске будет. А в Москве сколько у вас магазинов? В Москве у нас 9, ну сейчас Москва, Московская область. Сложно посмотреть. Но мы всё больше и больше уходим в регионы, и всё глубже и всё дальше. Раньше мы открывали только в городах-миллионниках, а с прошлого года, начиная с Рязани, мы начали переходить на города-немиллионники. То есть 500 тысяч и 400 тысяч. Почему? Почувствовали спрос? Да, спрос действительно очень большой, и достаточно часто мы являемся единственным строительным гипермаркетом на этой территории. И к нам едут не только покупатели с этого города, но и со всех близлежащих областей. Гипермаркеты и вообще магазины по строительным материалам, это вообще такое не очень, я так понимаю, ну скажем так, это такое современное восприятие и что-то новое для российского рынка. Раньше все всё-таки как-то ездили на рынок. Вот как вы с этим боретесь, с этим стереотипом, потому что всё равно есть аудитория, которая продолжает ездить на рынок. И кто ваша аудитория? Как раз мы подошли, так интересно. Да, вы знаете, это на самом деле действительно очень интересный вопрос. И когда приходит Леруа Мерлен в новый город, местные, особенно журналисты, ваши коллеги, первый их вопрос, вот вы сейчас придёте и убьёте весь рынок. То есть, ребята, мы не убиваем рынок, мы, скажем так, апгрейдим ваш уровень торговли и ваш уровень предложения. Потому что на самом деле именно так и происходит. Да, сейчас большое количество рынков из Москвы, Московской области их уже практически не найти, а вот в небольших городах они, конечно, есть. И порой единственный источник товаров для ремонта. Для строительства. Да, для ремонта. И когда приходим мы, мы предлагаем немножко другой уровень услуг. Да, у нас можно поменять товар, вернуть товар, то есть у нас можно получить консультацию. Ну и само то, что всё происходит не в маленьких ларьках, да, на большой территории, а в нормальном хорошем магазине, не хочу обидеть никакой рынок, всё-таки это даёт какой-то другой уровень предложения для покупателя. И рынки не вымирают, но начинают искать ниши. То есть мелкие предприниматели, да, мелкий бизнес, он начинает искать ниши. Там, где мы не работаем. Вот у нас основная наша категория товаров, и вообще мы предлагаем товары по самым низким ценам. Мы действительно мониторим, смотрим вокруг на конкурентов, и всегда наши товары будут ниже по цене. Следовательно, те, кто больше ориентируется на люксовые товары, да, на люксовую категорию покупателей в том числе, они прекрасно могут открывать свои бутики и предлагать бутик, где будут продаваться только обои по действительно дорогим ценам, ну, вот с другим предложением. Поэтому, как показывает практика, там, где мы приходим, начинается рост и развитие, собственно, предпринимательства. То есть вы, по большому счету, закрывая средний сегмент и низкий сегмент, вы открываете дорогу для предпринимателей в высоком сегменте. И в высоком, и в высшем среднем сегменте тоже. Если говорить про вашу аудиторию, про средний чек, вот вы говорите, что у вас самые низкие цены по сравнению с конкурентами. Средний чек, и кто, вот если говорить о портрете, кто ваша аудитория? Я не озвучиваю средних чеков, и вообще цифр от меня вы не добьетесь. Все-таки мы в ритейле работаем, да. То есть кому надо, все все знают, все наши конкуренты знают. Мы про них, они про нас, так мы и дружим. Вот, наши покупатели, перед тем, как зайти в новый город, опять же, начну свою любимую сказку, да, мы объезжаем жителей этого города, приходим к ним в гости. Вот реально, назначаем встречу. Прямо приходите в гости? Мы приходим в гости. То есть наш будущий директор магазина, который вот проходит интеграцию и учится становиться директором магазина, да, вместе с директором по закупкам местным, они ходят в гости, смотрят, какие ремонты, какую цветовую гамму, что предпочитают жители, горожане, что они обычно покупают. Ну, помимо того, что мы изучаем спрос, который уже существует в этом городе, да, смотрим, что, какие предпочтения есть, потому что у нас интересный, конечно, подход, у нас магазины на местах сами принимают решение, какие товары им закупать. Только хотела спросить, как формируется ассортимент, исходя из того, что вы увидели. Да, очень большой уровень инициативы и ответственности именно на местах. У нас не делегируется сверху. То есть у нас центральный офис существует большей частью для бумажной работы. Нет такого, что ты позвонил центральному офису и сказал, Вася закупил эти обои. Нет. И к нам, поэтому очень смешно, когда к нам обращаются, подходят к генеральному директору, да, и пытаются продвинуть свои товары поставщики, потому что это практически нереально. Это нереально, беспрактически, это вообще нереально. У нас все принимают решения на местах. Допустим, когда мы открывали магазин в Казани в прошлом году, в 2013, мы тоже изучали, и вот там тоже, насколько просто мне как-то врезалась память, что там были какие-то цветовые предпочтения особенные, то есть немножко такие, вот, по местной культуре, да. То есть у нас ориентировано на местных жителей, причем на реальных местных жителей. С ними ведется интервью, разговаривают. Некоторые директора магазинов, по-моему, в Екатеринбурге это было, они даже приглашали жителей города, близлежащих районов, кто были самые активные, да, и те, кто шел на контакт, их приглашали для того, чтобы они выбирали товар, который будет потом представлен в ассортименте. То есть вместе выбирали реально. То есть участвовали, да? Да, абсолютно. То есть здесь, прежде чем открыть магазин, идет такая вот полевые исследования на местах и понимание, да, предпочтений у аудитории. Очень серьезные полевые исследования, и мне почему-то кажется, что это связано вот именно с подходом к менеджменту, да, французский менеджмент можно ругать, не ругать. Я, у меня опыт просто англосаксонской культуры, да, французский был для меня шоком два года назад, но вот в этой части не могу не согласиться, что они просто молодцы. То есть они и так во всем мире у Леруа Мерлен, то есть это какая-то позиция компании, что сначала нужно узнать, что нужно. Сначала узнать, что нужно, и не просто узнать и уехать, а узнают именно те люди, которые будут там сидеть, продавать, закупать новые товары и общаться с этими жителями. Интересно. А при таком большом количестве магазинов, 29, а скоро уже 30, сколько человек сейчас работает в компании? У нас 13 тысяч человек. Ого, это по всем, да, это включая тех, кто на местах и в магазинах. Да. Как вы работаете с аудиторией, вот с учетом, имеется в виду, в данном случае с сотрудниками, как вы доносите вот эти вот ценности компании, что очень важно, правильно я понимаю, исходя из нашей беседы, что это, получается, работа с аудиторией, это стержневая ваша там какая-то работа. Как вы доносите до сотрудников и до людей, с которыми вы работаете, что очень важно прислушиваться к аудитории и прежде всего работать с ней? Как вы с ними работаете? Ну, начнем с того, что я все-таки директор по внешним коммуникациям, да, и моя работа больше связана с связями госструктурами и с журналистами. Но, понятно, 13 тысяч человек для меня, работающих в компании, у нас есть просто отдельная дирекция по внутренним коммуникациям, я с внешними связана, но эти 13 тысяч человек для меня все-таки тоже ньюсмейкеры. То есть любой человек, который работает в компании, он вышел наружу, поделился, пообщался с знакомым журналистом, да, и, собственно, это ньюсмейкер. Поэтому, конечно, внутри компании тоже работать с ними нужно. И мы, собственно, уже начали такую работу интересную. Раньше компания Leroy Merlin вообще же не говорила, то есть практически 8 лет мы молчали. Потом я пришла, опять же, попросили, да, заговорили. Нет, просто у нас генеральный директор Винсент Жанти, да, он понимает, что в России двигаться так, как в Европе, и молчать, не принято в Leroy Merlin говорить, и в группе АДО, в принципе. В России так не получится. То есть нельзя прийти в город и тихо строить себе магазин на 14 тысяч квадратных метров, да, то есть практически нереально. Поэтому нужно разговаривать, нужно разговаривать с журналистами, с людьми. И с нашими сотрудниками мы начали выводить спикеров. То есть спикером первым, конечно, был Винсан, стал директором персоналу Вера Бояркова. И сейчас начинаем выводить наших директоров по персоналу на местах, то есть в магазинах и региональных директоров по персоналу. То есть начали с них, как посланники нашей корпоративной культуры. Потому что для местных работников, то есть людей, которые живут, допустим, в Новосибирске, да, и работают в Leroy Merlin, для них директор по персоналу — это носитель корпоративной культуры Leroy Merlin. То есть они же не постоянно все сюда приехали и в Москву посмотрели. Корпоративная культура, она не в Москве, в Центральном офисе находится. Она во всех этих магазинах. И для того, чтобы она была единой, мы стали для них проводить тренинги. Вот провели недавно такую фальшивую пресс-конференцию тренинговую и записали все на телефон. Фальшивую, то есть это была такая импровизация. Это была импровизация, да, раздали всем ситуации, как из них выкручиваться. Просто вот, как знаете, в холодную воду бросили, чтобы они сначала посмотрели, наши ребята, что это такое. Потом не говорили, что каждый может быть спикером, да. Сделали из этого маленький ролик и расписали после каждого ответа, как нужно было бы хорошо ответить, а теперь что бы сделали журналисты с вашим ответом. То есть примерные заголовки статей. Вот какие-то очепятки, да, которые люди... Впечатлила команда? Вы знаете, не просто впечатлила. То есть сейчас у нас заказ. Вот сейчас мы как раз едем в Сибирь в октябре и будем... Проводить такую же импровизацию. Уже на местах. То есть то, что мы в Центральном офисе делали для региональных директоров персонала, теперь будет уже на местах для директоров Сибири. То есть по большому счету тот принцип, который использует компания, как работать с аудиторией непосредственно с потребителем, вы, в общем, показали, как можно работать с аудиторией с журналистами. Да. И как, собственно, это работает. Не для того, чтобы они все говорили постоянно, но хотя бы... Понимали всю ответственность. Конечно. Сказанного слова. А потом разговор с журналистом, это же и разговор со своим сотрудником тоже, да, тебя точно так же могут поставить в неловкое положение, и точно так же нужно знать правильные ответы, и порой какую-то базовую информацию люди теряются, да, в такой вот фронтальном таком интервью. В интервью, в частности, да, и под светом софитов. Интересно. То есть получается, что вот это вот, как я уже сказала и отметила, исходя из сказанного вами, что вот эта вот стержневая ваша идея работать с аудиториями, она, в общем, прослеживается во всех, и в том числе в HR направлении. Да. Если говорить о журналистах, насколько у вас много информационных поводов? Как журналисты к вам приходят, как они пишут про вас? Вот мне очень интересно. Ну, знаете, одно то, что Леруа Мерлен, лидер на рынке DIY, делай сам, да, то есть среди магазинов DIY, в России уже не один год, не два, не пять, говорит о том, что вот это уже само по себе информационный повод. К нам обращаются, звонят, и очень часто меня по Фейсбуку, допустим, находят, большей частью. Это всегда информация по открытиям, это всегда информация по развитию. Информация по профессиональным каким-то секретам очень редко, да, потому что, ну, в основном требуется какая-то что-то поверхностное. Но в общем и целом интерес очень большой, то есть в день по два запроса мы получаем, и когда мне звонят, первое, что я спрашиваю, здравствуйте, а какой это город? Потому что все уверены, что мы живем во всех городах. Мне каждый раз удивляются, вы не в Уфе? А вы разве не в Казани? А вы не в набережных Челнах? Да вы что? Замечательно. Сейчас уйдем на рекламу и потом продолжим. Дорогие друзья, мы скоро вернемся. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Это программа компании «Люди» и ведущая Александра Алферова. И сегодня в гостях у меня Галина Панина, пиар-директор компании «Леруа Мерлен» в России. Здравствуйте еще раз. Мы с вами обсудили целевые аудитории, как вы с ними работаете, но нельзя забывать, а также и о, я так понимаю, что это тоже в ваша задача входит, о работе с госструктурами, о Джиар-направлении. Что вы делаете, какие шаги предпринимаете, и что интересного? Это вообще, в принципе, интересное направление. Джиар в России появился, не знаю, либо давно, либо совсем недавно. Всегда он идет либо параллельно с пиаром, и, как правило, это человек тот же самый, который осуществляет пиар-функции. Иметь отдельного Джиарщика, наверное, есть смысл только в фармации, всем остальным, наверное, нет. То есть «Леруа Мерлен» — это вы? Да. И основная цель, собственно, Джиарщика для ритейла, для «Леруа Мерлен» — это помочь отделу развития, целям развития, да, заходить в новый регион и также оперировать в уже имеющихся регионах. Например, у нас есть вот Московская область. Моя любимая, правительство Московской области, такое немножко калейдоскопное, меняется часто. Вот. Не успеваем с одним министром познакомиться, уже следующий появляется. Но мы всех любим, со всеми дружим. Вот. Допустим, с ними нужно общаться. У них много министерств. Они — Министерство инновационного развития, которое мы очень любим, Министерство потребительского развития. Вот. С ним надо держать контакт, диалог, но при этом не забывать, что все-таки это представители исполнительной власти, да, а мы — крупнейший налогоплательщик Московской области. И хотелось бы, чтобы об этом помнили и все-таки сотрудничали, потому что начинает прослеживаться такой момент, немножко давление, которое не очень нравится. Когда нас спрашивают, вызывают, буквально чуть ли не заставляют писать объяснительную, почему у Леруа Мерлен центральный офис находится в Москве, и вот мы считаем, что это, наверное, все-таки перебор. А какая разница? Учитывая, что мы юридически зарегистрированы в мытищах и платим все налоги Московской области, опять же, мы крупнейший налогоплательщик Московской области, то, конечно, смысла нет ломать копии за 200 человек в центральном офисе, в то время как, собственно, 13 тысяч — это Московская область. Но мы работаем активно и с региональным правительством. Допустим, вот в Татарстане были разные моменты, наверное, не знаю, вы слышали, не слышали, да, то есть у нас там есть конфликтные моменты, когда с сыном уже бывшего министра финансов Курмановым у нас был договор, и 47 миллионов рублей были оплачены. Значит, его компании для осуществления услуг по проведению инфраструктуры для строительства магазина, а услуги не были оказаны. Суд идет уже год, министр финансов уже стал бывшим, но мне нравится позиция правительства Татарстана, они последовательные, они четкие, и то есть вот все решается на уровне суда и законодательства. То есть все решится, мы надеемся, положительно. Ну, за нас и правительство, и самое главное, что за нас законодательство, и за нас журналисты. Вы знаете, вот это тот самый случай, когда журналисты почувствовали правду. Это очень приятно видеть, когда нет желания поддеть, да, и найти что-то там грязное. Да, да, да. Тут действительно они... Солидарность. Да, казанские журналисты, они очень такие ушли, они быстро нашли, к кому нужно обратиться и узнать все документы. Они быстренько все выяснили, и действительно на нашей стороне, но оправданно, не потому что мы там каким-то образом к ним. Нет, это они первые звонят, они первые спрашивают. Получается, журналисты вам отчасти помогают в этом, в этой борьбе. В имидже, да, да, то есть как бы теперь весь Татарстан знает, что... Вы сказали про инфраструктуру. Вот как, за счет того, что вы заходите в регионы, присутствуете там в той же Московской области, это очень большой, не один магазин. Вот есть ли у вас какие-то программы по улучшению инфраструктуры вокруг, есть ли какие-то планы, как вы при этом взаимодействуете как раз с правительством города, и участвуете ли вы в жизни города, как правило? Да, это обязательно. На самом деле это одно из условий и одна из частей тренинга, который, допустим, дается будущему директору магазина. У нас, опять же, самостоятельность на местах. В каждом магазине есть комитет социального диалога. То есть у нас такая корпоративно-социальная ответственность, о которой любят все говорить, она не централизованная, опять же, в центральном офисе сидит. Нет, это ребята, реальные сотрудники магазина, которые в каждом магазине, в каждом городе есть свой комитет. То есть решают проблемы, которые насущные, которые существуют конкретно. Они сами принимают решения, кому помогать даже. То есть у нас политика, что мы можем помогать только ремонтом, то есть у нас не принято дать денег, какие-то спонсорства, нет, только ремонтом. Ребята сами выбирают детдом, сами выбирают дом престарелых, дом инвалидов и так далее. То есть они все сами решают, сами приезжают, потом уже привязываются, да, поздравляют с Новым годом, усыновляют детей. У нас несколько таких случаев. Это очень интересно. Да, прикипают душой, и это, наверное, один еще из секретов нашей стабильности кадровой. Потому что, во-первых, дружный коллектив, и они приезжают, у них есть какое-то общее дело, причем это дело не связано конкретно с бизнесом. С продажами. Да, это что-то другое, что-то более человеческое. Интересно. Ну вот делайте такие социальные больше проекты. А вот если говорить с точки зрения пиара, вот что-то, может быть, интересное вы такое делаете, может быть, какие-то у вас есть, там, собственные проекты, премии, мероприятия ежегодные, именно с точки зрения продвижения бренда Leroy Merlin в России. Вот это все звучит хорошо и красиво, но, опять же, это подход очень централизованный, это американский какой-нибудь подход, да, там такое принято, выделяется бюджет, есть фонд, фонд на уровне центрального офиса должен быть. Я просто кухню показываю, как это должно в таком случае быть. Это классная идея, провести, там, я не знаю, кубок Leroy Merlin по футболу, да, там, или что-то в этом духе ежегодное. Здорово, но это должен быть фонд. Вот у нас этого фонда нет, и, наверное, за этим есть какой-то смысл. Я тоже первое время сопротивлялась. Где же фонд? Да, где же деньги? Вот, как может быть пиар-отдел совершенно без бюджета? Может, потому что, особенно, что касается соцпомощи, таким образом мы заставляем комитеты социального диалога на местах самим придумывать, как им участвовать в жизни города. А, вот так, да? Да, это более мелкие проекты, да, это не так ярко, не так громко. Да мы их особо и не пиарим, если честно. Я даже не помню, когда последний раз мы рассказывали о чем-то таком. А, недавно, почему? Помню, мы рассказали, мы с Твери построили, участвовали в построении лекотеки. Но мы были одними из, совместно там с фондом нам, там под предводительством Натальи Водяновой, супермодели, да, вот, она построила центр лекотеки, мы были спонсорами. То есть, вот это, наверное, единственный раз, когда мы каким-то образом засветились, и то просто в качестве одних из спонсоров. Ну, это вы все-таки говорите про социальную составляющую, про социальные проекты, может быть, благотворительные, спонсорские. А вот что-то такое, Леруа Мерлен, ну, вы уже сказали, что бюджета-то нет, но всегда же хочется там рассказать про компанию, не только про строительство новых магазинов, или там про ассортимент и так далее. Вот, может быть, вы припомните какие-то успешные, такие интересные проекты, которые реализуют Леруа Мерлен в России? Мы ищем новые какие-то пути. Я понимаю, о чем вы говорите, но мне это неинтересно, потому что многие так делают. Ну, допустим, вот этим летом, просто вот недавно пришла такая идея интеллектуальной ответственности. Вот есть социальная ответственность, а в Давосе каждую весну проходит коммуникационный форум. И вот в этот раз меня приглашали туда в качестве спикера, я рассказывала о пиарщике будущего, что такое пиар для будущего, да, это международный большой форум, вот, там у нас русских, там было по пальцам пересчитать. И мой взгляд на вот международное положение, да, профессии пиарщика. И тогда вот как раз обкатывал эту идею с интеллектуальным лидерством. То есть смысл какой? Еще не завершенный, но вам выдаю. А что у лидера рынка должно быть еще помимо социальной ответственности, интеллектуальной ответственности. То есть ответственность компании, которая просто обязана время от времени просвещать своих и конкурентов, в том числе, участников рынка, быть экспертом. Не молчать. То есть молчать, это все-таки стыдно. То есть делать много денег, занимать большую нишу на рынке, да, и при этом молчать, это некрасиво. Потому что есть все-таки ответственность перед... Уровень рынка заставляет и нас расти. Потому что если все в стагнации, то и мы развиваться не будем, да. Поэтому в качестве такой вот одной из интересных таких идей, этим летом мы сделали что, где, когда. Мы собрали представителей бизнеса, не знаю, элиты, не элиты, представителей бизнеса общества. А устроили что, где, когда. Пообщались. Это дало возможность пообщаться нашим сотрудникам. Посадили наших сотрудников за столы, то есть чтобы тоже... И отвечали на вопросы, и общались с представителями бизнеса общества. Причем сажали, допустим, IT к IT. То есть вот так вот, финансы к финансам. То есть вы создали некую площадку для коммуникации? Да. Причем неформальную площадку. А при этом цель? А при этом цель показать, что Leroy Merlin, это не только магазины, как вы только что сказали, а показать, что Leroy Merlin, это может быть что-то такое драйвовое, интересное, и какие-то новые ходы, вот в частности в организации таких мероприятий. То есть интеллектуальная ответственность в данном случае, это вы про что говорите? Интеллектуальная ответственность как раз для участников бизнеса общества, показать им, что еще может делать Leroy Merlin. А, то есть как раз вот вы открылись общественности и теперь готовы говорить о как эксперты и, в общем, выступать экспертами на те или иные вопросы. Да, но это проходит не менторски, да, то есть там сели и вещаем, а мы собрали круглый стол. Это не круглый стол, это что, где, когда реально, просто с большими перерывами, да, и с шуточками, прибауточками вокруг. Вот, ну я вела, поэтому, да, было весело. И чебурашку, кстати, тоже вспоминали. Вот, поэтому это дает такую возможность настроить какие-то человеческие отношения с представителями бизнес-сообщества и узнать, а вообще, что в других компаниях творится. Но не на уровне разведки, а на уровне реальной экспертизы, которая и в журнале может быть пропечатана, но тут в личную интереснее. То есть здесь конкретной цели для Леруа Мерлин не было, наверное, здесь просто коммуникация и узнать, как работают другие. Нет, почему, это же хорошо говорит о нашем имидже тоже и на бренд работает. Просто не настолько напрямую, здесь нет неоновой рекламы, мы самые лучшие, мы самые умные или мы больше всех продаем. Нет, мы идем к людям, с ними разговариваем и уже этим мы очень сильно отличаемся, коллеги от Аби и Косторамы. Я вас люблю, но да. То есть этот проект, скорее всего, станет у вас ежегодным? А я думаю, что даже не ежегодный, а может быть, даже и чаще. Вот сейчас я думаю о том, что вот хочется мафию, хочется квестов, хочется вот какой-нибудь такой вот что-то интересное. То есть у вас совсем нестандартные подходы? Да, они, вы знаете, такой секрет, они самые дешевые. Ну да, у нас же нет бюджета. Конечно. Они оказываются самыми дешевыми, да. Ну и, как правило, я думаю, эффективными с точки зрения коммуникации. Спасибо большое за интересную беседу. Мы желаем вам удачи в реализации всех задуманных идей. Дорогие друзья, это была программа компании «Люди». Ее ведущая Александра Алферова. В гостях у меня была Галина Панина, пиар-директор компании «Леруа Мерлен Россия». Спасибо, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok